Привет! Дачный сезон вступил в силу. Нужно удивлять своих родственников. Пельмени, чебуреки, котлеты. Как-то уже все приелось и надоело. Давайте попробуем приготовить люля-кебаб из кабана. Люля-кебаб из кабана будет нечистый у нас. Мы добавим свиной шейки. Ну, где-то кило-полкило у нас есть. И остальное кабанятина. Ценное мясо, естественно, на это тратить мы не будем. Ну, такая вот вырезка у нас получается. Такая вырезка. У нас где-то тоже ее примерно... Ну, килограммчик может быть. Курдючий жир из обязательного. Лук, зелень, специи сейчас покажу. Ну, и пиво, естественно, в помощь в ваше здоровье. Приступаем к изготовлению фарша. Режем на мелкие куски. Нашу свинину. Свининки чисто для сочности и для... Я думаю, что для скрытности вкуса дичи. Не все у меня в семье любят дичь. Но мы же им не скажем, что это кабанятина. Мы скажем, что это у нас просто люля-кебаб. Зачем мы будем объясняться перед ними, из чего она. Так, ну, здесь это мясо у нас уже готово под мясорубку. Оно, в принципе, мелко нарезано. Это у меня обрезь от ляшек, там еще что-то. Ну, такие вот несуразные куски. Я их специально оставил под шашлычок. Вот так вот шашлычок из кабана жарили. Вкусно получается, прикольно. Нам, женой, нравится. И вот такую вот обрезь я оставил специально для таких вот вещей. Чисто на мангал, так скажем. И, естественно, все это чередуем нашим луком. Все сюда. Напомню, у нас тут фарш с виной, кабанятина в большей степени кабанятины, 100 грамм курдючного жира, лук, уголовок 5 крупных, уголовок 5 крупных, а у нас мелких штучек, наверное, 10. Давайте по специям. Ну, паприка, как всегда, это для цвета. Немного дадим красноты. Чайную ложку. Чайная ложка паприка. Теперь по специям. Остроты добавим. Красный перец добавим. В принципе, люля-кебаб должен быть остренький. Много не будем, так как, скорее всего, дети тоже будут есть. Черный молотый. Обязательно. Ух ты. Так, куркума не надо. Душистый не надо. Так, это не надо, это не надо. Это не надо для мяса. Так, для мяса барбекю, для шашлыка. Для шашлыка. По-деревенски. Ну, давайте для мяса немного. Все, немного, прям треть чайной ложки. Ну, естественно, все это дело солим по вкусу. Ну, я думаю, не знаю сколько здесь, пару щепоток хороших таких вот прям надо. На этом хватит. Теперь. Зелень, мытая, петрушка и немного укропа. Режем. И теперь начинаем все это тщательно, тщательно перемешивать. Фарш нужно очень хорошо перемешать и отбить. Отбить для того, чтобы из фарша ушел вообще весь воздух. Чтобы люляшки не отслаивались от шампура. То есть, сейчас я его тщательно сначала перемешиваю. Очень хорошо сначала перемешаю. Долго. Я, наверное, убью на это минут 10. Это точно. На перемешку. После перемешки буду отбивать. Отбиваем вот такими вот большими этими. И вот так вот. Опять. Один раз ударил. Опять большую берешь, такую лепеху. И опять так вот. Раз. Лепеху берешь. Ударил. Короче, нужно фарш до такой степени вымесить, выбить. Чтобы он уже начал прям к рукам прилипать. Вот так вот. Отбили фарш. Вот он должен быть. Я думаю, уже готово. Пока мы отдыхали в бане, люля у нас отдыхал в холодильнике ровно час в прохладном месте. Сливочное масло мы убрали в морозилку, подготовили. Лук нарезали. Это для подачи. Все. Теперь берем и формируем небольшие такие вот котлетки. Примерно рассчитываем на шампур. Такие вот котлетки. Есть. Даже можно их подбивать немного. Так, готовим емкость с водой для того, чтобы смачивать руки. Смачиваем руки. Берем один шампур. Нанизываем. Одну котлетку. И вот такими вот движениями начинаем формировать сам люля. Концы залепляем обязательно. Делаем аналогичный второй. И в таком порядке все шампурам готовим. Примерно делаем колбаску одинакой толщины. Чтобы прожаривалось равномерно. И в конце запечатываем. Все. Готово. Теперь на самый жаркий уголь. Распределяем угольчик наш. Равномерно. Наши люляхи. И на мангалах. Распределяем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...